всем привет сегодня мы продолжаем с вами выращивать эустому вот так у меня наросла эустома которая дала детки видите в горшке с прошлого года вот она какая пышная а вот это вот рассада которая у меня была посажена 11 ноября сегодня сегодняшний день рассаде полтора месяца посмотрите у нее вышли уже вторые настоящие листочки помимо семидольных и она готова полностью пересадка я подготовила вот такие стаканчики внизу вермикулит сверху перлит и разрыхленная земля я взяла вот такой грунт готовый для симполий он рыхлый не кислый и сейчас буду пересаживать наши эустому стаканчики я сделала секретом это вот рюмочные стаканчики 100 граммовые один в другой я вставила разрезов пополам для того чтобы при пересадке наши растения минимально травмировались для того чтобы устроить дренажное отверстие я предлагаю легкий вариант чтобы не прокалывать ничего не накалывать вот так ножничками врезается край стаканчика и получаются вот такие отверстия которые прекрасно отводят воду все сейчас мы начинаем наполнять нашу емкость вначале вермикулит очень много получилось так перлит очень важно рыхлая почва для эустому чтобы хорешки прорастали беспрепятственно и грунт много не нужно поскольку стаканчики маленькие и начнем пересаживать вот с первого розовая эустома у меня взошли две розовые эустомы 2 зелено-желтых и 1 фиолетовая начнем с розовой смотрите на торфяной таблетки есть вот такой вот двойной как бы склеенный шов видите то есть ничего не нужно ножницами делать аккуратненько вот таким образом эту часть надрываем и снимаем оболочку торфяного мешочка таблетки так и переставляем так это розовая сюда вот горшочек теперь нам нужно заполнить промежутки пустые грунтом аккуратно стараться не травмировать ничего не корни никаких лишних движений просто заполнить пустоты землей и таким образом эустома продолжить свой рост обрастать корешками уже возможно даже до вот до высадки грунт в открытый но я не рекомендую вам высаживать эустома в открытый грунт именно в грядке поскольку там достаточно агрессивная среда а высаживать и в какие-то небольшие горшочки кашко типа вот такого моего вот они у меня так и стоят летом и осенью я их за не заношу в дом вот и все поскольку я заранее пролила наши емкости смотрите выделяется немножко влага поливать больше не нужно плюс торфяной горшочек уже сам немного влажен сейчас мы проделаем все это с другими саженцами и накроем обязательно крышкой прозрачной крышкой поставим ее опять под лампу день должна быть подсветка 12 14 часов для эустомы фитолампой только в таких условиях она будет расти так фиолетовая нужно розовый розовый горшочек просто ставим и наполняем грунтом промежутки пустоты образом очень удобно такая лопатка узкая для этих целей дают такие домашние наборы во всех магазинах лопаток слегка мы туда припосаживаем еще добавить после того как вы закончили пересадку необходимо слегка опрыскать наши растения для того чтобы создать им влажную среду и накрыть крышкой у меня здесь по краям остаются вот такие зазоры для отвода влаги если у вас нет крышки можно сделать это пленкой и проделать дырочки все так они будут у меня сидеть неделю после этого я подкормлю биогумусом это органическое удобрение очень слабенькая и еще через неделю я подкормлю их фертикой люкс для комнатных растений половином разведений используя эти удобрения все мои цветы прекрасно себя чувствуют следующее видео я покажу вам как я буду пересаживать и высаживать свои подросшие растения уже горшочки большие но он Субтитры создавал DimaTorzok